Здравствуйте, уважаемые телезрители! Снова с вами я, юрист-правозащитник Роман Радекуца на первом городском телеканале «Вариант». И сегодня мы в правовой среде говорим об очень интересной юридической теме. Продолжение следует... Помним, это список ваших кредиторов, это общая ваша задолженность, список вашего имущества, которое должно быть реализовано в рамках процедуры банкротства. Ну и, соответственно, само заявление. Сегодня я хочу с вами поговорить о том, что происходит с момента, когда вы обратились в арбитражный суд уже с заявлением и со всем приложением, и со списком кредиторов, и со списком имущества. И до того момента, пока вас признают непосредственно банкротом. То есть, вот этот вот, скажем так, очередной этап, но, наверное, скажем так, один из самых важных этапов. С момента подачи заявления и до момента вынесения решения признания банкротом. Этот процесс, как правило, занимает где-то от двух до шести месяцев в среднем. Во время этой процедуры, этого процесса, именно с момента подачи заявления со всем приложением и до признания вас банкротом, до вынесения арбитражным судей решения признания вас банкротом, суд устанавливает все объективные обстоятельства. Смотрят, какие кредиторы, что за кредиторы, какое имущество, на что вы брали кредит, куда вы его потратили. Самое главное, почему вы его не отдали и почему вы просите себя признать банкротом и полностью списать долги. Ранее, ну, когда мы только начинали, скажем так, работу по физлицам, когда было принято поправки в федеральный закон о банкротстве, с 2015-2016 года, суды достаточно лояльно относились и, в принципе, скажем так, не докапывались. Да, сейчас же уже судьи более внимательно смотрят и задают вопросы, просят изложить иногда даже в свободной форме непосредственно банкротника, да, скажем так, заявителя. Не его представителя, как, например, меня, а именно, чтобы сам банкротник рассказал, описал, куда он потратил денежные средства, зачем он их брал, почему он, скажем так, не рассчитал и не уложился, скажем так, в свои траты в эти деньги и не смог соизмерить свои силы для того, чтобы отдать кредит. Мы же с вами помним, да, как сложно отдавать кредиты. Берем мы всегда чужие деньги, отдаем всегда свои. Так, кстати, возвращаясь вот к этому вопросу вообще в целом по кредитам, всегда люблю подчеркивать и сейчас тоже вот красной чертой подчеркну вам. Пожалуйста, прежде чем брать кредиты, убедитесь в том, что он вам действительно нужен. Или, может быть, все-таки можно не кредитоваться, либо справиться своими силами, либо не приобретать ту вещь, которая вам нужна. Например, седьмую шубу, либо восьмой холодильник, либо девятую машину. Но это так, я немножко, конечно, иронизирую, но тем не менее, как говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь, прошу прощения. И, значит, возвращаясь к вопросу, связанному с тем, что должник должен сам по себе изложить для судьи, помимо тех документов, которые дозапрашиваются судом по запросам об оказании содействия, например, часто органы ГИБДД не предоставляют информацию, не предоставляют документы. И мы обращаемся с ходатайством в суд для того, чтобы суд оказал содействие в сборе доказательств по делу. И в таком случае уже суд запрашивает в органы ГИБДД, и ГИБДД не имеет права отказать суду. Гражданину, да, часто сотрудники отказывают, не предоставляют информацию. Хотя, по моему глубокому убеждению, это не очень правильно. Но, тем не менее, есть нормы в арбитражном процессуальном кодексе, так же, как и в ГПК, в Гражданском процессуальном кодексе, где мы можем попросить содействия в сборе доказательств. Поэтому это не проблема. Собрали все документы, гражданин объяснил, на что он брал деньги, почему он не справился, какие бывают причины. Мы с вами знаем, да, вот если мы говорим про историю с пандемией, историю с сокращениями на работе, сокращения заработных плат. Вот, почему сейчас очень популярно банкротство, и как я называю, правильнее называть, да, банкротство страшное слово, а все-таки я бы говорил финансовое оздоровление и полное списание долгов. Почему популярно? Потому что многие теряют работу, а у каждого из нас по несколько кредитов, и мы, скажем так, понимаем, что мы не можем справиться. Как только мы понимаем, что мы не можем справиться, мы понимаем, что у нас уже скоро будут просрочки, либо они уже у нас начались, самый момент для того, чтобы подавать на банкротство. Потому что чем дольше мы тянем, тем дольше мы будем платить воздух. Лучше эти деньги потратить на процедуру, нежели чем заплатить их банкиру, да, которые уйдут на пение, штрафы, но никак на погашение основного долга и погашение процентов. Поэтому вот мой профессиональный вам совет, если вы понимаете, что вы не справляетесь уже с долгом, лучше сразу переходить к списанию долгов, нежели чем, соответственно, тянуть это ермо, которое вы уже не вытянете, вы это понимаете. Так вот, причина может быть, вы потеряли работу. Много причин, связанных с тем, что потеряли трудоспособность, например, заболели, да, либо вы болеете сильно часто, да, сейчас очень много эпидемий, вас просят работодатель написать по собственному желанию, вынуждают уволиться, и такие случаи бывают. Поэтому, соответственно, это одна из основных причин, и в 80-90% случаев самая популярная. Бывают причины, конечно, тоже очень популярные, связанные с бизнесом, да, когда человек хотел попробовать свои силы, взял несколько кредитов, да, в общую сумму 3-4 миллиона рублей по разным банкам, закупил товар, например, да, но либо бизнес-жилки нету, либо неправильно рассчитал, либо, соответственно, какие-то проблемы с поставщиком. Много нюансов в предпринимательской сфере, я думаю, что вы отлично понимаете, особенно предприниматели, бизнесмены поймут меня, что в этом плане риски велики, да, иногда это как рулетка. Поэтому здесь, соответственно, надо обосновать, это очень важный аспект. Собрали все документы, обосновали, дальше уже суд смотрит, насколько, во-первых, вы правдивы, да, смотрит наличие у вас трудоустройства на сегодняшний день, если вы нетрудоустроены, значит, вы стоите на бирже, либо вы стояли на бирже, вам предоставляли работу, вакансии предоставляли, вы от всего отказались, либо вас не приняли, значит, надо понять, в чем причины. И такой вопрос тоже может возникнуть, да, почему, например, вы не работаете. Но суд не так критично к этому относится, и, в принципе, здесь вообще сама процедура банкротства, она предусматривает заявительный порядок, и, по крайней мере, вот сколько я занимаюсь уже, соответственно, 8 лет, и пока 100% результат, везде ни одного отказа не было, все успешно, люди только рады, скинули себя и социальную, и психологическую, и, что самое главное, финансовую ответственность. А, кстати, с учетом того, что, например, вот как мы работаем, переключая на себя и работу с банками, и работаем с коллекторами, и работаем с приставами, то, конечно, здесь, в этом ключе, это очень удобный способ для человека, который может заниматься спокойно своей жизнью, а мы, соответственно, действуем по договору, по доверенности, здесь все эти вопросы решаем. Кстати, обращу внимание, в чем плюс еще один, то, что пристав, он закрывает исполнительное производство, да, поскольку начата процедура банкротства. Коллекторам не особо интересно, потому что они покупают, там, миллиард рублей долгов за, там, за миллион, да, они найдутся, кого еще свести. Банки, соответственно, они получают, уже свои проценты получили, уже заработали, поэтому у них там своя внутрикорпоративная страховка, тоже проблем никаких нет. Самая благостная сфера вообще во всей испруденции, где нет конфликта, где, в общем-то, как правило, все довольны. Но если у вас есть долги перед вашими соседями, друзьями, родственниками или физлицами кем-то, да, лучше, конечно, отдать по-честному, потому что списываются все долги, списываются и даже ваши долги по коммуналке, не списываются только алименты, да, и ущерб здоровью. Если вы, например, кому-то причинили ущерб, да, кого-то избили, либо нанесли вред здоровью, там, могли сбить на машине, там, даже вот случаи сейчас уже появляются на велосипеде, много случаев, сейчас стали случаи появляться на самокате, забивают людей, тоже ущерб здоровью это списать нельзя, который с вас взыскали. Остальные долги все можно списать. Поэтому лучше, конечно, отдать, чтобы не было конфликта, потому что с физлицами здесь ситуация сложная, они нигде эти деньги не получат, никто, соответственно, их просто так за вас им не отдаст. Поэтому здесь все остается на вашей совести с точки зрения списания и освобождения от долгов. Итак, после того, как все свернуло, судья все проверил, посмотрел, и дальше уже вырастает шанс на то, чтобы вас признать банкротом. И вот во время того, когда вы признаетесь банкротом, когда выносится решение о признании банкротом, то уже в рамках этого решения суд определяет, какую процедуру, процедуру реструктуризации, либо процедуру реализации имущества необходимо выбрать. Вот по поводу именно признания банкротом и вот этой части мы с вами поговорим уже в следующую встречу. Дорогие телезрители, я с вами прощаюсь, но ненадолго. Вы всегда можете написать мне свои вопросы, свои темы, и мы обязательно их обсудим в нашем эфире в программе «Правая среда» на первом городском телеканале «Вариант». До встречи. Субтитры подогнал «Симон»